хочу поговорить вам о силе фокуса на цели я убежден что сила фокуса на цель это риска увеличивает вашу эффективность фокус самообразование энергия и действия помните куда вы фокусируетесь туда и направляется ваше внимание а куда вы направлять свое внимание там направляется ваша умственная энергия а куда вы направлять свою умственную энергию там вы достигаете реальных результатов поэтому сила фокуса в цели это один из лучших способностей человека который хочет добиться успеха могу уверенно сказать что если вы это сделаете вы два раза три раза будьте более эффективным человеком здравствуй дорогие наши друзья дорогие наши читатели дорогие наши слушатели хочу поговорить вам о силе фокуса на цели дорогие мои очень много люди пишут нам что с чего мне надо начинать как мне делать как достигать и так далее дорогие мои или как быть эффективным за годы своей жизни я делал одну и ту же работу многократно и повторили его я убежден что сила фокуса на цель это риска увеличивает вашу эффективность если вы не ставите перед собой цель и вы не стараетесь что-то добиться и так далее тогда жизнь дает вам проблемы чтобы провоцировать вас чтобы вы развивались чтобы вы что-то изменили своей жизни что-то достигли поэтому процесс когда жизнь заставляет вас что-то делать она выглядит болезненно вам будут легче если вы ставите сами перед собой цель и постарайтесь достигать его помните ваши жизни либо из цель либо из проблема одну из них но более комфортно если вы научитесь ставить перед собой цель и достигать его это это приводит к новой изменении а если вы сами это не делите тогда жизнь заставляет вас потому что вы рождены чтобы быть успешными вот четыре важные вещи первый фокус самообразование энергия действия повторяю фокус самообразование энергия и действия то есть фокусируйтесь на свои цели концентр z포2 такую цель из sixм и когда это позволяет вам чтобы постепенно 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 вы больше 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 узнали об этом когда вы фокусируете на свои цели и начнете заниматься самообразованием то есть самостоятельно ищите информацию которая помогает вам стать более эксперт в этом сфере чем больше вы фокусируете свое сознание на вашу цель и на то деятельность, чем вы занимаетесь, ваша экспертность растет, ваш профессионализм растет. И тогда ваш мозг начинает видеть те возможности, те ресурсы, те ключевые действия, которые приближают вас к вашей цели. У вас появятся рано или поздно глобальные видения, и каждый день те действия, которые вы совершаете, шаг за шагом они приближают вас к вашей цели. А для этого вам нужна энергия. Поэтому каждый день, вот что я вам скажу, постоянно приписывайте свои цели. Я это учился у Брайн Тресси, и я это постоянно повторил. Я писал каждый день свои цели. Я выбрал всегда от 10 до 15 ключевые цели в год, и я писал их больше 30 дней каждый день, а потом еженедельно написал. И в течение года всегда носил их с собой. Последнее время я только их пишу в телефоне и таскаю в телефонной книжке. Они у меня в телефонной книжке. Потому что телефон – это единственный инструмент, который в данный момент каждый день со мной. Раньше я блокнотик носил с собой, а сейчас я на телефоне это все таскаю каждый день. И утром-вечером прочитайте их. Когда вы прочитаете утром-вечером свои цели, вы вечером, читая, задумаетесь, что я сегодня сделал, то, что приближает мне к моей цели. Отчитывайтесь перед самим собой и будьте очень честны перед самим собой. От 3 до 5 вещей, что помогло вам приближаться к вашей цели, в обязательном порядке ответьте себе, смогли ли вы это сделать или нет. Утром, когда вы прочитаете цель, это позволяет вам, чтобы вы не рассеивались. Потому что очень много повседневных, разных задач, которые появляются у вас. Кто-то звонит, кто-то просит, и у вас в голове появляются разные мысли и так далее, происходит расфокусировка. И чем больше расфокусировка происходит ваше внимание, тем меньше вы достигаете цели. Помните, куда вы фокусируетесь, туда и направляется ваше внимание. А куда вы направляете свое внимание, там направляется ваша умственная энергия. А куда вы направляете свою умственную энергия. Там вы достигаете реальных результатов. Поэтому, пожалуйста, работайте над собой и каждый день приписывайте свои цели, те цели, которые для вас очень важны в этом году. А потом держите это в голове. Что произойдет, когда вы это сделаете? Наверное, вы хоть разу проверили. Если вы хоть разу провели в жизни, наверное, вы это заметили. Бывали у вас такой случай, что о ком-то вы думаете, он вам звонит. Или вчера вы про кого-то разговаривали, как давним-давно с ним вы не встречались, но вы о ком-то разговаривали между собой с кем-то, но вы заметили, что когда вы о ком-то разговаривали, через день или через неделю вы его встретили. Или иногда о чем-то вы мечтали или что-то, и кто-то вам подарили это, кто-то предлагал вам это. Вот это вы называете седьмое чувство, формирование событий. Человеку дано такой способность, который он может, управляя своим разумом, повлиять на события, которые с ним происходят в жизни. Все успешные люди это знают, но обычные люди это не практикуют, потому что они иногда временами с этим сталкиваются, но они это не развивают. Когда так происходит, обычно, если вы о ком-то думаете, вы его встретили, это не совпадение, это способность любой человек может развивать. Вот это вы называете формирование событий, седьмое чувство. Оно работает, если ваши мысли, ваши эмоции, повторяю, если ваши мысли, ваши эмоции, все совпадают, и ваше воображение к нему добавляется. И то, что вы хотите делать, оно будет конкретизировано и измеримо. Тогда назначено это произойдет. Поэтому сила фокуса в цели – это одна из лучших способностей человека, который хочет добиться успеха. Могу уверенно сказать, что если вы это сделаете, вы два раза, три раза будете более эффективным человеком. А когда вы много смотрите телевизор, когда вы много читаете разные газеты и так далее, все то, что вы запольняете в своей голове, это все расфокусирует ваше внимание. Недавно мне кто-то задавал вопрос, а какие программы вы смотрите по телевизору? Я сказал, знаете, честно скажу, я не успеваю. У меня не получается. Сейчас дальний момент является час ночи время, потому что я ставил перед собой цель сделать определенную работу. Пока я его не заканчиваю, я не иду домой. Это мой принцип. Дисциплина и завершенность. То есть каждый день определенную работу завершать. Завершать и потом уйти. Это очень важно для меня. Поэтому днем было очень много других дел и так далее. Офиса было много народа и так далее. И сейчас я освободился, этим занимаюсь и так далее. Поэтому, дорогие мои, я очень хочу, чтобы вы понимали, сила фокуса, концентрация внимания в вашей цели. Но для этого сначала, конечно, надо иметь цель. Помните фокус, самообразование, энергия и действие. Энергия у вас будет, если вы будете заниматься над собой. Физическим нагрузком дайте свое тело, чтобы у вас было много энергии. И действие. Делайте что-то, чтобы произошло изменение. Чуть-чуть учитесь. Делайте. Прочитайте книги. Делайте. Тогда вы будете шаг за шагом приближать к вашей цели. Я желаю вам успехов. До встречи на вершине. Посмотрите на ролик справа и слева. И нажимайте на один из них. Вы попадаете на ролик, где про цель. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин